Игрой никого не поразили. И ехали они в Мексику с надеждой хотя бы выйти из группы. Но со временем оказалось, соперники от них не так страшны. И вот, наследники Накаты и Фонды уже восьмерки сильнейших. Сборную Новой Зеландии в одной восьмой юные самураи даже не заметили. С уверенностью зрелых и умудренных опытом футболистов, японцы порой разыгрывали такие комбинации, что парни в белом не понимали, как такое возможно в принципе. Отчаявшись сделать что-либо, они окончательно бросили играть. Как результат... Здравствуйте, вас приветствует информационная служба телекомпания НТВ. В студии Елена Винникова. Скорость 60 км в час. Юрий Любимов уходит из таганки. Решение окончательное. Основатель труппы объяснил почему. С завтрашнего дня в России будут выдавать внутренние паспорта нового образца. Покончить с Бартаком на Дальнем Востоке. Президент потребовал разобраться с землями Минобороны. О нефтянке, развитии Урала и президентских выборах. Владимир Путин выступил на конференции единороссов. Газпром меняет совет директоров и раздает рекордные дивиденды. Проходит годовое собрание акционеров. Сегодня в театре на Таганке вновь бурлят страсти. Слово взял Юрий Любимов. Основатель знаменитой труппы созвал пресс-конференцию, чтобы по его собственным словам объясниться со зрителем. Финансовые претензии несостоятельные, а решение уйти окончательное. Любимов заявил, что работать в театре больше не хочет. И что ждет дальше труппу, не знает. Вопросы и ответы выслушал Сергей Морозов. Когда у стен этого театра разгорался пункт, и актеры обвиняли режиссера в плохом отношении, Юрий Любимов не стал выходить с ним из своего кабинета. Он предпочел не вступать в пререкание, а сегодня выступить сольно, ответив всем на пресс-конференции. Юрий Любимов обрушился на актеров в Таганке. По его словам, их лень и интриги погубили великий театр. И если трупа не жирает и вяло работает, опаздывает, просыпается. И я сижу и жду их каждый раз по полчаса, чтобы они очнулись и наконец поняли, что надо прийти и работать. Режиссер не скрывал, что мыслить в категориях гений и толпа, так что актеры направо пытались вклиниться где-то посередине. «Коллектив» — это слово «колхозное». И заключили международное соглашение о борьбе с распространением порнографической продукции. Ой. С другой стороны... Сама нахально навязалась-ка. Да, сейчас, секундочку. Давайте мы завершим презентацию, а потом продолжим где-то... Не сердитесь, пожалуйста. Извините, пожалуйста. Григорий Петрович. Спасибо.